Педагогическое призвание – это и счастье от живого отклика детей, и радость творчества, и нелёгкий труд. Наверное, многие помнят своих школьных учителей и классных руководителей, вспоминают их почти родительскую заботу и любовь, которую согревает до сих пор. Педагоги не только учат, но и воспитывают молодое поколение, передают им свой ценный жизненный опыт, показывают пример. А для самих педагогов школа – это место для развития, где тебя всегда ждут. Самое большое удовольствие для меня – это делиться знаниями с детьми и получать от них ответную реакцию, желательно положительную. Детство всё-таки является самым таким важным источником энергии и удовольствия от жизни, энергии, которую я получаю практически каждый день. Это всегда драйв, это всегда молодость, это всегда развитие, потому что и дети дают возможность развиваться всегда учителю. Это всегда некоторая иная обстановка, чем в обычной жизни. У меня даже муж всегда говорит, вы учителя, вы необычные люди. Обычные люди нас не всегда понимают. Кажется, что вот педагоги, они как-то живут, наверное, не совсем так, как представляется всем остальным людям. В преддверии Международного женского дня в актовом зале Дома учителя прошёл торжественный вечер. В праздничной обстановке педагогам и работникам школ и детских садов вручили почётные грамоты за многолетний и добросовестный труд. От имени мужской части нашего департамента хочу вас всех поздравить с этим замечательным наступающим праздником. Ещё раз сказать, какие замечательные, умные, красивые, профессиональные, добрые женщины работают в нашей системе. И пожелать вам всем успехов, удачи и в карьерном росте, и в профессиональной деятельности, и, естественно, в личной жизни. Я очень бы хотела, чтобы вы всегда помнили, что, будучи сильными, профессиональными, значимыми, идущими вперёд, добивающимися своей цели, делящимися своей душой, вы всегда оставались девочками в душе, чтобы вы всегда помнили, что женщина до тех пор остаётся женщиной, пока ради неё совершаются великие поступки. Пусть ради вас мужчины и свои, и чужие совершают великие поступки, любят вас и носят на руках. После торжественной части педагогам подготовила подарок – театральная студия «Афиша» гимназии номер 2. На сцене Дома учителя ребята показали спектакль «Кентервильское привидение» по произведению Оскара Уальда. Светлана Юрнова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24.